Прежде чем приступить к основному заседанию, глава региона с председателями профильных комитетов парламента провел небольшое совещание. Руководитель комитета по здравоохранению Яхья Белхароев рассказал о средствах, которые необходимо заложить в следующем году в сферу здравоохранения, а это порядка 300 миллионов рублей. Глава республики отметил, что таких больших средств в самом регионе нет, но проблема вполне решаема, особенно если учесть, что в Ингушетии уровень различных заболеваний намного ниже, чем в регионах. Как депутатскому корпусу, тоже по своим именем, я попросил там тоже поддержку в этом плане, то есть написать письмо на имя всей федерации, на имя Министерства правоохранения, на имя Ольги Голодец, именно по этому вопросу. Причем потому, что даже при всем желании у нас, конечно, таких средств нет, их нереально, это раз. Ну а по у нас целом у нас получается порядка 180 миллионов рублей, это на охранные заболевания, а остальные там в этих средствах 328 миллионов, это на другие виды болезни. Вот здесь, наверное, надо посмотреть, почему больше по другим видам болезни нам все-таки в федеральном центре там не цели направлены, оказывают помощь. Это все-таки не вещество, а помощь там она идет на обеспеченных лекарственных направлениях. Также Юн Узбек Евкуров отметил слабую работу регионального Минсельхоза. Показатели его работы с учетом всего, что вложено в структуру, не доходят до реально достижимых. Вот такие есть там Минсельхозы, 3-4-5, ну что делать, комитет должен на контроль держаться. Пусть обижаются, нервны, ну вы обязательно это делаете. А чтобы хамгаряр чашень голова, туда не лезть, наоборот, надо лезть, надо работать, надо толкать. И вот итоговое заседание Народного собрания начинается на повестке дня 5 вопросов. Это и закон об административной ответственности, об охране окружающей среды и республиканский бюджет. Все инициативы были приняты парламентариями единогласно. А итоги осенней сессии депутатов 6-го созыва, так и года, в целом подводит Зелимхан Явлоев. За этот период проведено 29 заседаний, на которых принят 41 закон республики и 474 постановления Народного собрания. О проведенной работе по совершенствованию республиканского законодательства отмечу, что изменения коснулись практически всех сфер жизни. Так, законом республики установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства территорий в городских округах и муниципальных районах. Кроме того, скорректирован перечень должностных лиц, уполномоченно составлять протоколы об административных правонарушениях. Из законов социального характера необходимо отметить закон республики о внесении изменений, закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и закон республики о внесении изменений, закон о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Принят закон, устанавливающий величину прожившего минимума пенсионеров республики Ингушетия на 2018 год. За последние месяцы уходящего года парламентарии заслушали отчеты всех руководителей министерств республики об итогах деятельности. А глава региона отметил плодотворную работу шестого созыва. Юн Узбекий Вкуров подчеркнул, что ждет от депутатов, образно говоря, качественных законов, которые первым делом должны быть доступны пониманию простых жителей. Также депутатский корпус, как один из главных органов власти, в своей деятельности должен тесно взаимодействовать с правительством, со всеми министерствами и ведомствами республики. Говоря о работе депутатов, должен сказать, что мы не оставались в стороне во всех наших делах и действиях. Работали не только формированные законодательные базы, но и решение проблем жителей республики. Рассматривали насущные вопросы, в том числе системы газового снабжения и оплаты за энергоресурсы. То есть были и помощниками власти, и заодно и решение проблемы людей, которые реально возникали, будут возникать и дальше мы над этим будем работать. Помимо прочего, глава региона проинформировал депутатов, что ни один объект социального значения не должен строиться в регионе без согласования с народным собранием и руководством региона. Мы пришли к мнению, что некоторые решения и администрация главы республики, и правительство не должны приниматься без вашего личного участия. Тем более, если касается территорий, сельских поселений, муниципальных образований. Как бы нам этого не хотелось, здесь необходимо будет, я так сказать, указание уже отдал, совместно составить документ, определяющий именно контроль участия. Да, мы можем спорить, или вы можете спорить, доказывать, но, конечно, решение я сам приму. Я, когда буду принять это решение, я уже понимаю, буду понимать, что это все-таки вы уже проработали внизу. Это не просто мнение одного человека или двух человек. Поэтому здесь тоже просил бы обратить на это внимание. Депутаты за эти 12 месяцев решили немало проблем жителей региона. Ну а завершилось итоговое заседание Народного собрания награждением. За вклад в развитие региона, многолетнюю плодотворную работу и общественную деятельность глава республики вручил отличившимся депутатам медали 25 лет республики Ингушетия. Мария Местоева, Рахман Суров, Новости 24.